Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим сейчас разговор о первом послании апостола Павла Коринфяна. Поговорим о четвертой главе этого послания. Апостол закончил тот фрагмент, который попал в третью главу, фрагмент своих размышлений, словами о том, что вот вы Христовы, Христос Божий, и он говорит о том, что проповедь Христа Распятого благодаря действию Духа Божьего в сердцах коринфских христиан вот дала им возможность услышать Бога, поверить Ему, пойти за Ним. И следующий фрагмент апостол начинает разговором о том, что, ну да, каждый должен понимать, что мы все только служители, что мы служители Христовы домостроители тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Таким образом, апостол говорит обо всех тех, кто трудится на Ниве свидетельства о Боге, как о служителях не самых главных, не люди конкретные, Павел, Аполлос или кто-то еще важны. Мы все домостроители тайн Божьих. И, в общем, я бы сказал, что за этим выражением апостола Павла не стоит чего-то глубоко мистического. Домостроители тайн Божьих – выражение, которое в сущности означает только те, через кого действует Бог, через кого строится Дом Божий, суть которого, или тайна которого, не бросается в глаза. Он говорит, что, ну вот, собственно, от домостроителей требуется только, чтобы каждый был верен, чтобы каждый помнил об основании, на котором строят, чтобы каждый домостроитель не присваивал себе это самое строение. Вот это по-настоящему, говорит апостол, важно. По-видимому, в ответ на какие-то устные или письменные обращения к нему, апостол говорит, что, ну, для меня на самом деле совершенно не важно, что там вы обо мне судите или другие, я и сам о себе не сужу. Судья мне Господь, потому что, говорит апостол, это не мое дело, я домостроитель Божий, а не свой, не свой дом строю, поэтому не судите никак прежде времени, судья всегда Господь. Именно он осветит скрытые во мраке и сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. То есть идея апостола Павла заключается в том, что Бог видит, что у тебя в сердце, что ты строишь, ради чего ты действуешь, на каком основании, и только Бог и может судить, именно потому что только он и видит. Ну, для апостола это действительно важно в контексте разговора о лидерстве, о том, кто чьим последователем в коринфской христианской общине является. Он говорит, ну, бессмысленно считать себя моим последователем или последователем Аполлоса, потому что, ну, чего судить? Судить может только Бог о том, где правда, где неправда, что настоящее, что на должном основании, что не на должном. И обо мне, говорит Павел, нечего тоже судить. И он говорит, что я все это прикладываю к себе и Аполлосу, чтобы вы научились не мудрствовать сверх того, что написано, не превозносились один перед другим. Вот что по-настоящему Павла беспокоит, чтобы вы не превозносились один перед другим. Я первее тебя, важнее, древнее, ну, там, духовно сильнее или еще что-нибудь. Понимаете, и это сплошь и рядом происходит. И до сих пор тоже, больше того, знаете, первые несколько поколений после Павла и этих его писем, ну, как-то христиане стеснялись все-таки вот говорить о своем первенстве, о чести, почете. Ну, прошло совсем немного времени, и как-то буквально забылось то, что Павел здесь пишет. И вот это вот превозносится один перед другим. Кто первее, кто честнее, кто древнее, кто важнее. И причем это происходит и в отношениях между христианами. Это одна из, конечно, глубинных, скрытых таких, один из таких глубинных, скрытых мотивов клерикализма. И это отношения между разными христианскими общинами, которые тоже страсть как любят друг другу рассказывать, кто из них, кому мать древнее и так далее. Понимаете? Ну, вот если честно смотреть на то, как мы живем, то это превозношение одних перед другими, а мы соблюдаем вот там что-нибудь. А вы это едите, а мы этого не едим, поэтому мы духовнее. Можно миллион примеров привести, да? Просто сплошь и рядом. И вот Павел говорит, в этом нет правды, в этом нет жизни, в этом нет Христа. Понимаете? Вот превозносится. Что у тебя такое есть, что не было бы даром Божьим, спрашивает он. Что ты имеешь, чего бы не получил? Ты получил это как подарок, это тебе не принадлежит. Что такое принадлежит нам, чем мы могли бы мериться? Ну, разве только грехи? Но никто грехами мериться не будет. А все дары Божьи, они дары Божьи, не твои. Чего тут хвастаться, чего тут превозноситься, да? А если ты это получил как подарок, ну, чего хвастаешься? Как будто у тебя этого нету, и ты только голову людям морочишь. Дальше, по-видимому, следующий абзац апостола Павла начинается, по крайней мере, с некоторого сарказма. Он говорит, ну, да, вы уже такие со страшной силой супер-пупер-великие стали царствовать без нас. Вы уже там прослеживаете, чем хвастаться друг перед другом. Я последователь того, я последователь сего. Вот, вы уже, да, обогатились и стали царствовать. А на самом деле апостол говорит, ну, вот, на самом деле нам Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Он не считает то, что происходит с христианами в этом мире, в том числе с ним самим, каким-то таким путем триумфа, царствования, помпезности. Он говорит, нет, Бог поставил нас в этом мире, приговорив быть позорищем. Позорищем. На нас будут показывать пальцами и говорить, они дураки, они, там, грешники, они глупые. Мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков, говорит Павел о себе. Вот именно это слово, позорище. Позорище. Бог судил так, чтобы мы были как бы приговоренными к смерти. Мы безумны, Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. И, может быть, эти слова Павла тоже еще пока сарказм по отношению к христианам, Коринфа. Он говорит, посмотрите, мы, имея в виду и себя, и Аполлоса, и других апостолов, проповедников, говорит, ну мы позорище для мира, мы ничто, мы не претендуем ни на какую значимость, ни на какую защиту от оскорбления чувств и так далее. Мы позорище. Вот что говорит апостол. Поэтому, если вы думаете быть крепкими в славе, то вы каким-то другим путем идете. Не путем апостола Павла. Мы, говорит апостол, даже и до ныне, терпим голод и жажду, и наготу, и побои скитаемся, и работаем своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Опять-таки, понимаете, апостол не понял бы, что означают слова про оскорбление чувств верующих. Он думает вообще в другой парадигме. Нет, он думает о том, что, ну, нас злословят. Мы благословляем. Ну, над нами издеваются, гонят. Мы терпим. Нас хулят, опять над нами издеваются. Мы молим об этих людях. Мы как сорт для мира, как мусор. Прах, попираемый всеми до ныне. Вот такова его позиция. Ну, можно, конечно, не соглашаться с апостолом Павлом. Но все же, если уж и мериться авторитетами, чего сам Павел советует не делать, то авторитет апостола Павла, пожалуй, будет повыше. И мне кажется, чрезвычайно важно задумываться над этим. Задумываться. Это не разговор о каких-то, так сказать, общих христианских подходах и парадигмах. Нет. Это разговор о тебе саму. И апостол Павел каждому христианину говорит, ну вот мы как мусор для мира. Это трудно. Да, трудно. Иногда очень больно. Но Павел говорит, знаете, без особых требований. Он говорит, я иду вот таким путем. Если ты хочешь идти другим путем, царствовать и так далее, ну, дело твое. Но путь за Христом вот этот. И дальше он говорит, понимаете, в 16 стихе потрясающе важную вещь. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне, как я Христу. Это призыв Павла, призыв к тому, чтобы мы на Христа смотрели и старались поступать, действовать каждый в своей жизни, в своем нравственном выборе, в том месте, в котором каждого из нас Бог поставил. Поступать так, как Христос, подражать Христу. Ну, например, через апостола Павла. Он это пишет Каринфянам, для которых он действительно отец. Он говорит, немного у вас отцов, потому что я родил вас во кресте Иисусе. Вот. Самый, может быть, существенный вывод апостола Павла из всей этой четвертой главы. Подражайте мне, как я Христу, потому что этот путь, хотя и трудный, но это путь, правда, Христовый. В первую очередь, это относится, конечно, к тому, что апостол видит в разделении христиан Каринфа, но отнюдь и не только в этом. Он говорит, что вот я приду, и мы с вами увидим, где слова гордыни, а где сила, потому что Царство Божье, говорит апостол, не в слове, а в силе. А сила Божья совершается в немощи, а Бог избрал немощное миро.